привет друзья бюджет дентал кейсы снова в эфире после достаточно продолжительного зимнего перерыва который совпал с каникулами зимними а также с нашим переездом в новую академию откуда мы сейчас и ведем запись этого клинического обзора мотались мы конечно серьезно готовились к запуску этого проекта вот сейчас мы здесь очень все круто прошло курсы идут полноценно наполняются активно за что вам спасибо за проявленный интерес ну и чтобы вас не томить мы сегодня с вами будем обсуждать в 12 я не побоюсь этого слова 12 эпизод юбилейный почти почти как месяцы только у нас они практически каждую неделю выходят в двенадцатом эпизоде мы поговорим с вами о так называемых винирах без препарирования точнее будет представлен клинический случай вы сейчас видите слайд случай где мы реализовали скажем так эстетическое преображение или легкое эстетическое преображение улыбки пациента при помощи виниров без препарирования больше того виниры были сделаны не на всю вестибулярную поверхность как в стандартной ситуации это бывает а были выполнены так называемые керамические фрагменты об этом мы с вами сегодня поговорим итак представляю вам нашего пациента его зовут евгений он к нам обратился в 2015 году обратился с просьбой закрыть его диастему и конечно же опции по закрытию диастемы было масса и ну как бы стандартный вариант закрытия диастемы конечно же это прямая композитная реставрация которая рассматривалась тот момент но я признаюсь честно в то время на фейсбуке или в инстаграме уже точно не помню было ряд публикаций зарубежных клиницистов которые показывали подобные случаи реализации эстетических кейсов при помощи виниров без препарирования в частности с использованием вот этих вот керамических фрагментов и нам с нашим зубным техникам захотелось этот проект также попробовать реализовать получится или не получится на тот момент мы было были под большим впечатлением от увиденного поэтому решили выполнить такую штуку поэтому сразу же признаюсь этот случай который мы сейчас с вами разбираем это более такой вот шоу кейс его так называют да вот из серии хочу попробовать и посмотреть что получится для начала несколько фишек по планированию диастем если у вас есть кейсы где вам нужно закрывать диастемы неважно это будут виниры или это будут прямые композитные реставрации хорошо иметь так называемую визуализацию то есть нужно посмотреть в начале как это будет смотреться в идеале конечно же сделать расчет зубного ряда вы можете для этого использовать инструменты dsd вы можете использовать обычный штангенциркуль формулу по расчету зубного ряда или сделать так называемую скажем визуализацию в том же powerpoint либо в кейноуте сделав так нас так скажем такие вот виниры при помощи программного моделирования или есть еще более простой эффективный способ если вы не владеете компьютером есть очень крутой способ это просто взять композит без какого-либо бондинга сразу же без протравки нанести вот этот композит на зубы от моделировать очень быстро на скорую руку дабы посмотреть как пациент будет смотреться с закрытой диастемы потому как некоторые люди привыкли себя видеть на протяжении многих лет с диастемы а потом после ее закрытия возникает такой небольшой диссонанс поэтому чтобы этого не произошло покажите пациенту так называемый прототип и так после этого прототипа вот вы видите до и после было принято решение что мы таки можем в этом случае выполнить закрытие диастемы при помощи просто двух центральных лицов на нашем случае не нужно было пересчитывать весь зубной ряд поэтому мы как бы попали что как говорится в самый центр эффект не эффективного самый центр ситуации которая может быть реализована при помощи двух всего лишь зубов и практически не практически без препарирования одно время достаточно мощная как бы такая волна была вот этих вот виниров без препарирования в свое время подстегнула вот эту всю шумиху компания которая запуска запустила проект или продукт который называется люминиры вот и до сих пор даже некоторые коллеги не могут понять в чем разница между винирами и люминирами да я хоть буквально такой небольшой вот лирическое отступление скажу вам что такое люминиры штука виниры и дальше просто по пойдем потом потому как этот кейс который мы все с вами смотрим был реализован и так люминиры это коммерческое название виниров по большому счету конструктивно это винир винир это вид реставрации который выполняет скажем эстетическую функциональную роль покрывать вестибулярную поверхность зубов либо частично и перекрывает и так дальше то есть по большому счету это конструктивно винир да просто люминир это винир который компания выпускает под брендом люминир и принципе они сделали очень мощный такой маркетинг вызвав желание пациентов непосредственно обращаться к стоматологам для того чтобы изменить улыбку при помощи люминиров потому что основной маркетинговый ход который компания взяла на вооружение это возможность установки данных конструкций данных виниров без препарирования то есть это было так бы так сказать маркетинговая фишка но как вы понимаете что мы можем реализовывать любые они любые определенные клинические случаи тоже без препарирования который винир и без препарирования по большому счету разницы здесь нет то что материала из которого изготовлены люминир это керамика да это может быть и макс я не знаю точно конкретно из какой керамики это готовится но скажу так что существует три вида керамики которые мы используем сейчас повседневно для изготовления виниров и люминиров в том числе это поливо шпатная керамика это рецидная керамика это литий-десиликат или литий-силикатная керамика поэтому в принципе здесь как бы никаких секретов абсолютно нет вот хочу кстати о вас спросить сразу же пользуясь случаем в комментариях напишите пожалуйста ваше отношение к люминиром просто вот как вы к этому относитесь и поделитесь если есть возможно если есть у вас в опыте случай который вы может быть сами реализовали при помощи конкретно люминиров до использования этой техники не техники скажем так а бренда или может быть вы встречали пациентов у которых были установлены люминиры и вы там дальнейшем выполняли с ними действия по замене этих самых люминиров тут небольшой у меня сарказм был но как бы оставлю это немножко за кадром до поделитесь своим опытом и так у нас есть случай который мы решились реализовывать без препарирования какие случаи мы можем взять без препарирования кстати давайте об этом тоже поговорим вкратце это случай когда зубы уплощены то есть практически у них нет выраженного рельефа зубы которые находятся в ретрузии до наклонены полотенально мы можем тоже эти зубы без препарирования как бы реализовывать вот всех остальных случаях особенно когда есть ротации когда из протрузии когда у зубов выражен рельеф когда нужно кардинальным образом менять цвет зубов и вам нужна толщина материала который этот цвет будет перекрывать конечно же вам нужно создавать пространство в противном случае если если кейс будет реализован без препарирования у вас получится бочка просто-напросто такой зуб с гипер контуром и ничего хорошего от этого не будет поэтому нужно быть аккуратным нужно подходить избирательно к случаям которые можно реализовать при помощи так называемой техники без препарирования погнали в этом случае как раз который мы сейчас вами рассматриваем с точки зрения врачебным врачебных действий в начале все было просто мне нужно было снять слепок и дать технику информацию о цвете потому как керамические фрагменты которые мы решили изготавливать должны быть конечно же интегрированы хорошо в цвете поэтому была выполнена фотография с поляризационным фильтром который зубной техник до в дальнейшем используют для так называемого цифрового определения цвета и мы выполнили снятие снятие слепка в данном случае слепок будет снят с этим в технике двойной нити потому как нам нужно хорошо отпечатать пространство в борозде потому как для закрытия диастемы и черного треугольника винир должен будет выходить достаточно глубоко из-под борозды в этом случае нужна будет техника двух нитей в начале устанавливается первая нить как правило мы используем нитку без пропитки в этом случае размер нитки выбирается согласно глубине борозды которая есть у пациента ну как правило 30000 ставится на пассивно и после этого устанавливается вторая нитка которая как правило на один размер либо на два размера больше то есть ставится вторая нитка вторая нитка если ну как бы в этом случае мы не решили это все делать без препарирования но в ситуации когда вы препарируете зубы и располагаете уступы в зубодесневой борозде и после препарирования у вас немножко крови то вторую нитку уже можно пропитать гемостатиком например каким-нибудь вискостатом прозрачным пропитать ее установить тоже в борозду достаточно хорошо должна быть там установлена и после этого мы ждем буквально пять-шесть минут после этого вы все смываете высылайте гемостатик подсушиваете аккуратно пассивно медленно вынимаете вторую нитку первое при этом остается в борозде и в момент когда вторая нитка уходит вы можете нахать и нагнетать уже начинать нагнетать корригирующую массу для снятия слепка в этих ситуациях мы снимаем слепки одноэтапно вот сейчас вы видите в этом видеосюжете удаление второй нитки и нагнетание корригирующей массы в открытую зубодесневую борозду потом это все раздувается потом ассистент передает ложку с замешанную базой туда тоже мы ставим корригирующую вложку и плавно пассивно медленно снимаем слепок после этого отправляется вся эта история в зубодесневой техническую лабораторию начинается как говорится ночной кошмар для зубного техника потому как ему нужно в данном случае изготовить очень тонкие виниры при этом не перекрывая полностью вестибулярную поверхность то есть ему вот вы видите здесь ограничена как раз таки очерчена граница в которой техник будет работать и в таких ситуациях материалом выбора будет поливо шпатная керамика и такие виниры могут быть изготовлены методом изготовлены на рефракторе либо методом платиновой фольги в этом случае получаются виниры достаточно тонкие работа ювелирная по бою не побоюсь этого слова реально потому что очень маленькие хрупкие керамические фрагменты толщина которых может быть 0 1 миллиметр в некоторых участках внутри будет достаточно хорошего навыка мануального со стороны зубного техника вот как они выглядят на модели реально как вы видите по полностью прозрачные тонкие вообще как бы хрупкие при неаккуратном нажатии в вы их можете просто-напросто сломать а вот представьте технику их еще нужно от полировать насколько это кропотливая сложная работа поэтому когда техник выполнял как раз таки этот этот вот случай он звонил на периодически сетовал на то зачем я так с ним обошелся неаккуратно вот но когда кейс был выполнен техник с радостью позвонил мне и сказала теперь твоя очередь и такие он был прав потому как в момент даже примерки насколько все шатко и хрупко что ну просто дышать о них тяжело опасно поставили в примерку это не примета просто недосаженные виниры просто артистичная фотография мы померили меряются эти виниры можно обмерить их на примерочную пасту можно просто на воду водичка капнули под них и померили эти виниры после этого была изоляция изоляция была с использованием в данном случае флосс лигатур которую мы подвязали к рамке сделали хорошую натяжку тефлоном дополнительно себе взяли место можно к лампами это делать в принципе без проблем и приклеенные виниры фиксировали мы их на композит на текучий наполненный композит либо на композитный цемент в принципе работает и то и то хорошо прозрачный оттенок был выбран и в принципе неплохой достаточно получился результат однако если мы с вами присмотримся на сухих зубах на макро фотографии когда нет слюны когда нету языка и прочего вы можете увидеть увидеть такую легкую вот все-таки границу и я могу вам сказать что в этом случае я потратил наверное кучу времени но не скажу столько же сколько фиксация но наверное ну достаточно времени на полировку переходов для того чтобы добиться вот как раз таки оптической интеграции и мне понадобилось даже несколько визитов на это я после того как приклеил все по полировал потом вызвал пациента через несколько дней делал полировку повторно потому как я не удалось добиться абсолютного абсолютно оптической интеграции по причине того что индекс рефракции эмали и керамики он разный но на тот момент я как бы не придал этому факту значения и я сильно расстраивался потому как нам не удалось крутую интеграцию прям самую стопроцентную так скажем интеграцию оптическую получить потому как мне было с чем сравнить я сравнивал с теми кейсами которые были продемонстрированы на фейсбуке или на инстаграме а потом я таки понял что возможно кто-то там использовал photoshop просто-напросто и успокоился потому как у нас по-любому не будет оптической интеграции между керамикой и зубом без препарирования без полного перекрытия вестибулярной поверхности в стандартном режиме когда у пациента увлажненные зубы слюна он общается вы этого не увидите на социальной дистанции вы этого не увидите вы увидите это на пересушенную зуба на высушенных зубах на макро фотографии в принципе это нормально вот какие еще как бы есть трюки по этому поводу для того чтобы сделать интеграцию или переход керамики и к зубу более плавным во время фиксации вы приклеиваете виниру на цемент либо на композит а потом берете композит обычный мой реставрационный и до мазываете там немножко этого композита на зуб а потом это аккуратно все полируете то есть таком плаком в таком плане плавный может быть переход у вас между керамикой и зубом вот этот вид латеральный так скажем такая артистичная фотография сделана со стороны и у нас результаты с 2020 года буквально вот не знаю неделю до того как мы записали этот видео урок видео обзор в этот пациент был у нас на повторном осмотре эта фотография сделана без гигиены как вы видите на на зубах есть налет на всех зубах есть налет вы видите и на центральных зубах он есть и есть участки где виде наш композит который которым использовали для более лучшей интеграции вот он здесь ездить если легкий дисколорит но в принципе как бы ситуация смотрится учитывая то что он без гигиены это без полировок смотрится неплохо достаточно неплохо поэтому можно сказать о том что ну данный случай могут быть использованы в практике врача-стоматолога имеется ввиду виниры без препарирования ними они имеют место быть но какие для себя выводы сделать с радостью поделюсь с вами в том что в данном случае работа была сложной и она была бы более простой если бы мы реализовали данный клинический случай при помощи обычного прямого композита закрыв диастему в прямой реставрации заняло бы этом не знаю там полчаса час мы получили бы отличный эстетический результат нам бы не потребовалось бы несколько визитов нам бы не потребовалось расстраиваться так вы если интеграция не получилась керамики кстати у композита тоже есть проблемы с интеграцией как раз таки по причине оптики вот второй момент который я для себя сделал все таки все таки легче сделать небольшой уступ буквально небольшой там 02 03 миллиметра сделать уступ который даст вашему технику четкое понимание где ему этот винир нужно начинать или заканчивать да для вас это будет четкое понимание по позиционированию виниров потому что виниры без препарирования позиционируются не совсем как бы легко вот если есть граница вам будет понятно как этот винир позиционируется при изоляции вам будет понятно насколько вам нужно взять изоляцию для того чтобы открыть эти все уступы и приклеить туда винир и вам будет понятно как убирать этот цемент фиксирующий и добиваться хорошего плотного прилегания винира к зубным тканям и в последующем вы можете избежать дисколоритов да поэтому как абсолютного в нулевого перехода керамики к зубу не будет и там как раз таки это есть скажем слабое звено по причине возможных дисколоритов если есть уступ то таких ситуаций будет гораздо меньше вот такая вот история для тех кто интересуется винирами не просто так на слух а конкретно хочет начинать делать у нас есть модуль 3 это практический курс на базе нашей белоград академии проходит в киеве длится три дня практика от начала до конца от планирования препарирования мокапов фиксации изоляции вот полный комплекс вы можете на этом курсе получить кто хочет диастемы закрыва закрывать в прямом композитном исполнении у нас есть очень мощный курс называется модуль 2 композитные реставрации и робердомология там будут прямые непрямые и полупрямые композитные реставрации где мы будем с вами подробно обсуждать различные техники их применение на практике все у нас построено конкретно на практических фишек потом фишках потому как наш девиз это мы эта практика с вами был максим белоград напишите мне еще раз в кое в комментариях по поводу иллюминиров не забудьте мне очень интересно ваше мнение а также вы помните что вот в рамках обзоров клинических кейсов вот вот этой передачи мы с вами делимся опытом не только я между мы с вами делимся опытом а мы все вместе делимся опытом потому как ваши комментарии читают ваши коллеги иногда даже пациенты и получают полезную для себя информацию и мы всегда приветствуем когда идет у нас обсуждение вот например поднялась сейчас тематика люминиров будет очень интересно посмотреть как вы это будете обсуждать я тоже буду подключаться и думаю все выиграем от данной врачебной этической профессиональной дискуссии все серии которые уже были выпущены вы можете посмотреть вот по этой ссылочке биджи дентал кейсах в плейлистах и до встречи до встречи в следующих выпусках всем пока